Вот это было, вот произошло тут происшествие возле Прометея, меня зовут Инна. Я хочу просто вступиться, чтобы была справедливость, чтобы ничего не спустили с рук. Как бы полиция просто реально предлагает деньги, чтобы просто реально спустить с рук. Предлагаю тысячу гривен, давайте закроем просто мировую тему. Я просто отказалась. Мы вот вышли из дверей, мы пошли вот сюда, он успокойно тебе идёт. И я, Олег, даду Влад, мы идём спокойно себе прямо, идём вот так вот прямо, не полностью идём спокойно. Мы ничего не видим. Мы доходим вот до этой половины, смотрим, стоит чёрная машина вот там. На углу стоит чёрная машина. И я иду, мы доходим, вот сейчас будет гор, и рез, и сзади поворачивается Олег. Вот так вот стоит Олег здесь, поворачивается, испугался, потому что вверх выстрелили. Мы пошли, получается, дальше. Я поворачиваю голову, говорю, а что это за машина стоит? А мне говорят, типа, запиши номера. Я говорю, я не могу, это чёрная машина. Я её запомнила, она всегда стояла напротив там во дворе. Как бы я её видела. Я такая, ну мы пошли себе сюда, и мы пошли к Тарасовке. И нас, получается, споймали на улице Махмеда, вот этот, 19, как бы. Выстрел именно был тут, потому что мы были вот возле Горбика. Но был выстрел вверх. А там, где её подрезали, это Тарасовке. Вот постоянно, как бы, эта машина, я её наблюдаю, сколько я выхожу на прогулку, и напротив этого дома, возле этих зелёных ворот, чёрная машина легковая. Вот так произошло возле Прометея. Мы шли себе спокойно к другу туда-домой. Стояла тут машина. Вылетел этот мужик. Ему женщина какая-то подала. Ружьё. Он с этого места. Олег начинает бежать. Он выстрелил вверх ещё раз. Олег начинает бежать. Бежит. И вот с этого места он стреляет. Там, где вот сейчас будет стол. Он падает от устрела. Он сначала упал вот здесь. Тут стреляло. Он первый раз упал. С первого выстрела. И второй выстрел. Он ещё, Олег, смог встать. Хотел бежать. И второй выстрел. Вот это сейчас будет возле столбов. Вот здесь он именно лежал. Вчера он тут лежал. Вот так вот вышли люди оттуда. Вот тут стояла скорая. Тут приехала Тарасовская какая-то типа полиция. Говорят, что, ну, что произошло. Просто развернулись и уехали. Олега забрала скорая. Я тут стояла. Он просто лежал. И как бы у него с ног кровь бежала. Скорая стреляла, забрала. И они поехали в больницу. Этот мужик тоже поселял. Он когда Олег тут лежал, он пролетал на большой скорости и поехал дальше. На машине, да? Да. Белая машина. Как бы газель, я даже не знаю, как она называется. И скажите, полиция приехала сюда? Нет, приехала до больницы. Приехала полиция до больницы? Да, до больницы. И полиция как у вас? Не хотела брать заявление? Нет, она не хотела брать. Они мне говорят, давайте в мировую. Я говорю, нет. Они говорят, ну, типа, ты ничего не добьешься. Я говорю, ну, я не буду забирать заяву. И мне стоит полицейский, говорит, я тебе дам тысячу гривен. И мы просто закрываем эту тему. Пойди просто в мировую. Я же говорю, нет. Андрей, по-моему, его зовут. А примерно выглядел как полицейский? Ну, он такой невысокого роста. Такой крупненький, лысый. Стоял в гражданке. Не стоял в полицейском. Он стоял вот так вот стоял в штанах, в туфлях и в кофте такой, типа, как, на застюмке. А, и представился полицейским? Там было, получается, две машины. Был следовательская девушка. Опергруппа была. И вот этих какие-то два мужчины, которые мне, ну, типа, как они сказали следователю, что вот, они Олега опрашивают. Олег не мог тогда. Потом Олег просто не помнит. Я Олегу все сказала, как было. И они мне говорят, зачем ты уже сказала, чтобы он писал землю. Если бы я не сказала, типа, так бы они сняли. А так как я Олегу рассказал, Олег же так же написал. Ну, они мне предлагали за это дело. На ноге только у него, получается, в руке, у него в почках, у него в спине, у него в задней вот тут-то части, жестко. У него все вместе 60 пулей. Все вместе по организму. Ну, которых там в кости, в руке, там в кости, в ноге, там в кости. Там очень тяжело их достать. Даже сегодня врач сказал, что даже если будет операция, неизвестно, или вообще их достанут. То есть 60-60, то есть стреляли с охотничьего оружия, да. Я говорю, он там стрелял и пролетел. И мы были просто в истории. А скажите еще раз, милиция вас сегодня не вызывала там еще раз какую-то там допрошу? Вообще не вызывала, не звонила, не интересовалась, не приходила в больницу вообще. Вчера вот это вечером пришел участковый какой-то этот с Тарасовки. Олегу сказал, что ты обворовал. Он говорит, что я обворовал. Я ушел в другую домой. За мной следили, я уверен, говорит. Он говорит, ну забираем просто заявление. А скажите, вы шли Олег, вы и Влад. И Влад ушел, да, то есть Влад ушел. Влад тоже это все видели, да, получилось? Да, и Влад, и человек стрелял и все остальное. И как женщина подала мужчине ружье с машинами, несала. А женщина тут примерно как выглядела? Что-то описать можно. Это все произошло в черном, в 4.15. Худенько, черно. То есть это было днем. Вынесла машину, передала ему. Олег начинает как бы сюда идти. Он стреляет, первый выстрел попадает ему сюда. Олег еще мог как-то бегать. Бежит дальше Олег, и другой выстрел, и вот тут Олег падает, и все. Ну поехал Владислав вскоре, потому что я не приехала. Он поехал, потому что мне надо было деньги, как бы на капельницу. Я пошла дать деньги, а он поехал вскоре. И я с другом уже приехал в больницу, когда полицейские все стояли, просто улыбались. Да, это так и есть. Они отводили нас обоих и говорили, давайте закроем эту тему. Я отказался. Это был Ситроен джемпер, белая машина номер АА 0699 МТ.